В Чебоксары сегодня приехал лидер общероссийской партии «Новые люди» Алексей Нечаев, репортером программы «Республика». Он рассказал о программе, с которой политическая сила идет на выборы в Государственную Думу 8-го созыва. «Новые люди» – партия новая, но уже заслужившая доверие избирателей. С момента создания прошел всего год, при этом по стране уже активно работают более 70 отделений. Как признался лидер движения, ставка сделана на новые лица и решения, свежие идеи и подходы. У нас не только 70 отделений, мы еще открыли около 600 штабов избирательных и по всей России больше 2000 политических отрядов, которые собирают активистов, которые делают жизнь на своей родине лучше, обустраивают страну уже сейчас, не дожидаясь никаких выборов. Создать механизм, позволяющий поддерживать и развивать инициативы, исходящие из регионов, а не продиктованные федеральным центром – основная миссия партии. Она выполнимо, утверждает Алексей Нечаев, и сможет остановить отток талантливой молодежи из малых городов страны. Для этого мы придумали такой закон о первом рабочем месте, когда работодатель получил бы льготу, ну, например, на год. Если он берет на работу студента, только что выпускника вуза, то получает возможность, там, ну, небольшую поддержку по налогам. Просто не платит за него, там, фонды соцстраха. И это бы дало возможность людям устраиваться. Потому что часто не берут на работу тех, у кого нет опыта работы. А пока у тебя нет опыта работы, тебя и на работу не берут. Такой получается замкнутый круг. Такой закон позволил бы разорвать вот этот дурной круг замкнутый. Сегодня партия начала процедуру выдвижения кандидатов в Госдуму. Кроме того, планирует создать фракции в более чем 30 региональных законодательных собраниях. В Чувашии новые люди претендуют на кресла в госсовете. У нас есть три таких больших пакета инициатив. Первый связан с таким, с новым федерализмом. Надо не только дать ответственность в регионы, надо дать больше полномочий и больше денег. Плохо, когда сейчас все деньги уходят в Москву. Еще недавно 75% денег, которые заработаны в регионе, в регионе оставались. Сейчас остается четверть. Это неправильно. Сыграет ли ставка на новые лица в политике, станет ясно уже в сентябре. Выборы пройдут с 17 по 19 сентября. Рифат Фадкулин, Николай Скворцов, Республика.